МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зелёной экономики. Экспо. Энергия будущего. Всемирная выставка стала отличной возможностью для интересной работы и разностороннего развития молодых специалистов. Многие ребята-стендисты встречали и сопровождали гостей павильонов, рассказывая посетителям о новых технологиях и зелёных проектах. Ажар Монарбекова представляет павильон Швейцарии. Это её первое место работы после окончания вуза. Пройдя собеседование и специальное обучение, она с удовольствием включалась в жизнь Экспо. Ажар рассказывает, что прежде всего сама узнала очень много полезной и интересной информации о развитии энергетики зарубежных стран. Во время учёбы в Турции я брала предмет «Энергетическая мировая политика». Тогда меня ещё сфера энергетики очень заинтересовала. Сейчас, когда я нахожусь на Экспо, работаю, каждый день сталкиваюсь с разными людьми из этой сферы. С учёными, исследователями и с людьми, работающими именно в этой области, я извлекла для себя очень много информации и знания. Ранее даже не могла представить, что целые самолёты и корабли способны передвигаться только за счёт энергии солнца, говорит Ажар. За время работы на Экспо она познакомилась со многими интересными людьми, встречала послов и зарубежных делегатов, учёных. И теперь у девушки большая мечта побывать в Швейцарии и непременно посетить следующую выставку в Дубае. События последних трёх месяцев надолго запомнятся и у Рен Йилхаю из США. Он ответственный за работу с прессой павильона Америки. Молодой человек увлекается музыкой и освоил несколько инструментов, а в Казахстане он научился мастерству игры на кубызе. Урин планирует выучить кьюи-коркет-ата. Через музыку и культуру можно быстрее и лучше узнать о народе, говорит он. За время Экспо американский павильон провёл более 25 культурных мероприятий. Казахстан впечатлил гостя красивой природой и доброжелательными людьми. Меня лично больше всего впечатлило на Экспо. Это были волонтёры. Каждый раз, когда я здесь нахожусь, я общаюсь с молодыми людьми, которые здесь работают. Они такими открытыми, добрыми. Они всегда готовы помочь, всегда готовы рассказывать о себе, о своём городе, откуда они приехали на Экспо. И все владеют как минимум тремя языками. И я думаю, что это даёт очень большую надежду для будущего Казахстана. Другая участница Экспо – представительница малазийского павильона Ида. Ей пришёлся по душе климат Астаны. Голубое небо, свежий ветер и чистый воздух без выбросов. Три месяца на Экспо девушка отвечала за связи с общественностью и координировала работу с журналистами. Ида отметила особенно запомнившимися для неё на выставке оформление фасада павильона Катара и интересную информацию в секции Ватикана. Наверное, мой любимый павильон Ватикана. Я увидела там стены, которые представляют технологии. Атмосфера там очень успокаивает. Многое рассказывается о том, почему мы должны сохранять окружающую среду. Павильон призывает к ответственности перед природой. Интересная представлена информация о том, чего люди ожидают от зелёных технологий и почему мы должны выбрать энергию будущего. А вот специалист-логистик Мухаммад Сулейман приехал из Египта за период Экспо уже во второй раз. На этот раз, чтобы подготовить павильон к закрытию. В начале выставки он доставил декорации, скульптуры и раздаточные материалы павильона в Астану. В том числе господин Мухаммад привёз в столицу скульптуру фараона Эхнатона, которая украшает входную зону павильона. Это произведение будет передано в дар казахстанскому музею. Нужно отметить, что египетский павильон стал одним из самых посещаемых на выставке. Там побывало почти миллион человек. Павильон Казахстана самый лучший. Я был просто очарован. Я видел, как каждый день там выстраивались большие очереди. Гости со всего мира первым делом шли посмотреть в удивительную сферу. Экспо стало большим событием для казахстанцев. Более 200 тысяч человек или 196 компаний были задействованы на строительстве площадки выставки. И почти 21 тысяча трудилось на Экспо в период мероприятия. Ежедневно в городке работала служба безопасности, пункт медицинской помощи, волонтёры. Кроме того, кормили гостей и отвечали за чистоту обслуживающий персонал. Инженеры подключали и контролировали всю инфраструктуру. Координаторы обеспечивали порядок проводимых мероприятий. Павильоны и секции 115 стран на протяжении трёх месяцев встречали посетителей и рассказывали им об энергии будущего.